Было очень раннее утро. Улицы пустынны и чисты. Я шел к вокзалу. Когда я сверил башенные часы с моими, я понял, было гораздо позже, чем мне казалось. Я должен был торопиться. Я испугался и усомнился в правильности своего пути. Я плохо ориентировался в этом городе. К счастью, вблизи оказался полицейский. Я бросился к нему и, запыхавшись, спросил о дороге. Он улыбнулся и сказал, «У меня хочешь ты узнать дорогу?» «Да!» – сказал я. «Я не могу найти ее». «Не надейся!» – сказал он и очень резко отвернулся от меня. Так поступают люди, чтобы вскрыть свою улыбку. Субтитры создавал DimaTorzok «Ах!» – сказала мышь. «Как стало тесно в мире!» А был он так широк. Страшно было мне бежать. Но была довольна, если замечала длинную стену. Там и тут. Длинная стена сменялась быстро другой, длинной стеной. Я была в последней комнате. Там стояла мышеловка. Я к ней бежала. «Ты можешь изменить направление!» – сказала кошка. И сожрала ее. Я велел слуге привезти из конюшни мою лошадь. Но он не понял меня. Тогда я пошел в Саву. Оседлал коня и поехал. Вдалеке тихо звучали трубы. Я спросил слугу. Что это значит? Но он ничего не слышал. У ворот он спросил меня. Куда вы едете? Не знаю сам, – сказал я. Но прочь отсюда! Но прочь отсюда! Только бы прочь отсюда! Лишь так достигну я своей цели. «Вы знаете свою цель?» – спросил он. «Да», – ответил я. «Прочь отсюда!» «Вот моя цель!» «Я вернулся!» Пересек поляну. Оглянулся вокруг. Это старый двор моего отца. Большая лужа в центре. Ненужный хлам преграждает дорогу на лестницу, ведущую на чердак. Вот кошка притаилась на перилах. Старый рваный платок в игре, когда-то привязанный к шесту, треплется на ветру. Я вернулся. Кто встретит меня? Кто ждет меня там, за дверью, в кухне? Из трубы клубится дым. Кофе варится к ужинам. Спокоен ли я? Чувствую ли себя дома? Не знаю. Не уверен. Это дом моего отца. Но как чужды мне все предметы. Как будто я забыл их или вовсе не знал. Кто я для них, если я даже сын своего отца? КОНЕЦ Не решаюсь я постучать в дверь нашей кухни. Лишь издали слушаю. Лишь издали слушаю. Но так, чтобы меня никто не смог увидеть. И так, как слушаю я издали, то не слышу ничего, кроме хода часов. Или кажется мне, что я их слышу, словно из далекого детства. Что происходит в кухне? Это тайна сидящих там. От меня ее вскрывают. Чем дольше стоишь перед дверью, тем более становишься чужим. Что было бы, если бы кто-то отворил мне дверь и спросил что-нибудь? Не походил бы я на того, кто хочет сохранить свою тайну? Ораст, как бы. Я б likewise чтобы дурить им свет сегодня .